здравствуйте это канал максимазы и сегодня мы с вами смотрим на новую версию игры как достать соседа как достать соседа мы с вами все знаем эту игру и вот 1 апреля я вот только сегодня узнал вышла демо-версия ремастера игры от компании социал медиа лайф продакшн они начали разработку на на новый нормальный надеюсь при модификации у них модификации нормальные были конечно но я жестоко критиковал эту компанию социал медиа лайф продакшн поскольку они меня забанили по не совсем справедливой причине короче они начали ну и я вышел из бана все-таки досрочно и короче они начали разработку вот этот новой игры под названием наиболее бухом хэл ремастера там обещают очень много всяких новых нововведений и 1 апреля вышла техно техно демка можно сказать вот дали нам в нее погонять поиграть и сегодня мы посмотрим что это вообще такое наиболее бухом хелл ремастера в самом начале игры курсором играть нельзя только стрелочками управлять что мне не очень сильно нравится ну ладно я потом все вам настроек в игре пока что никаких нет я не могу убавить звук поэтому мне пришлось усилить микрофон так начинаем игру здесь пять каких четыре каких-то режима обещают добавить в демо версии пока доступен только режим сладкая месть в которой доступен только один уровень здесь у нас шесть сезонов а не три видите видимо из сладкой мести до три сезона еще три сезона из-за отдыха какие там еще будут три режима я пока не знаю никто об этом не говорит короче вот такой вот вид стильный здесь свой один уровень сюрприз на день рождения все это печать день рождения друзей у бедолаги нет поэтому в одиночку праздновать приходится набор занятий для праздника у него весь москву не задувает свечи на торте желаете всего того чего достиг не будь бы он идиотом проверяет почту надеюсь что кто-нибудь его вспомнил и напоследок запускает конфетти будет разумевается не приглашён но ему это не мешает прийти в гости к соседам надо типа как минимум просится пять процентов набрать и всего четыре минуты у нас ладно поехали первое что мы видим это то что правляется персонаж с помощью стрелок он может идти и по диагонали управление честно говоря не нравится мне мне удобно управлять стрелочками и самой игре нам нам не говорят какие кнопки нажимаешь что брать предметы или пакости и выбирать инвентарь но в группе вконтакте на управление написано так что я сумел разобраться как играть в эту игру вот на индикаторах которые находятся в правом нижнем углу они не очень хорошо читаются проценты слепой человек слепой человек возможно не разглядит я очень надеюсь что будущая версия это все пофиксил как мы видим одно из нового введения этой игры это то что он улицу видно и окна сверху видно даже как в консольной версии которые мы с вами тоже кстати играли но играть надо на клавиатуре надеюсь что потом добавят управление мышкой играть потому что мышкой мне кажется будет удобно на геймпаде поиграть не получится я пытался так короче в аптечке пластырь с ним ничего не сделаешь так когда мы поднимаемся в темную комнату потому что там что разогреты в воде на что же становится темным когда мы сюда подходим становится светлее о наконец-то разработчики сумели что-то сделать так надо чтобы за один инвентарь надо его активировать выбранный таре только тогда листать это не очень удобно так и мы получили до новые пакости сюда ввели довольно прикольно посмотреть это дверь в виде спальня пока что туда не пройти пока он там ходит вот не люблю вот этот надо подождать пока он ее возьмет только тогда уходить потому что иначе он ее не возьмет если комод кстати открылся к примеру давайте посмотрим вот видите комод остается открыт давайте спрячемся в шкафу потом начнем пакостить можно кстати от соседа в этой версии убегать что тоже очень прикольно нововведение можно убегать от соседа давай и держим Давайте заново, потому что я долго фокусирую, фокусировался я долго. Да ё-моё! Управление неудобное, конечно, вообще. Ах, вообще управление неудобное, вот надеюсь, что социуми делаем такой док, что они вместое возьмутся за ум и сделают как надо всё. Они молодцы, начали стараться, вот. Даже деньги, правда, на подвертывание собирают. Но может и правильно делают. Уже много кто пожертвовал в группе. Давай, не подбирай. Давайте сразу же используем вот эту фигню. Ой! Иди, иди! В дверь ещё прицелиться надо. В дверь надо ещё прицелиться. Попытаться, конечно. Нажимаем на «Д» и можно с помощью стрелочек регулировать камеру. Тоже мне очень удобно, на самом деле. Надеюсь, что управление мышкой всё-таки добавят. Так, а в спустом ящика тут уже две пакости сразу. Вот беда с этими шкафами, а. В дверь, и застрянешь вот так. Переснять давайте ещё раз. Да, я первый уровень пройти даже не могу. Такая вот игра. Я надеюсь, что в будущих версиях играть станет намного легче. Вот серьёзно. Я надеюсь, что разработчики посмотрят это видео и... Исправят все эти недочоды. Потому что вот так играть, но это тяжело очень. Мышку я в смейл вставить, но надо было сначала любовное письмо. Какие-нибудь туда. Давайте сейчас это и сделаем. Привет, милый Ротвеллер. Тебя Миша та самая... Соседка из дома на противне, за которую подглядывал, что Мишка за тобой столь наблюдает. Чё не прийти ко мне домой за особый подарок? Я тебя жду. Хе-хе-хе-хе. Ничего себе. С красным лицом аж. Да, но и пакости это прикольно. Это реально прикольно. Давай, иди наверх, а я тут... Мышу ловку теперь тебе подсун. Давай, иди. Хе-хе-хе. Давай, иди. Куда ж ты? Пошел-то, а? Вот так как. Интервейс почти не изменился с первой части, кстати. Здесь есть две кнопки. Это пауза, кнопка выключения и галочка. Не знаю, как на них нажать, они не нажимаются. А, можно вот закончить эпизод. Но вот только на курсорах я не знаю, как на эти кнопки нажимать, серьезно. Напишите в комментариях, как нажимаются на эти кнопки. Секундочку, а что, еще какая-то пака что-ли есть? Ну-ка. Зачем ты вышел-то? В общем, такая вот игра у нас сегодня получилась. О, версия очень сильно недоработанная, играть довольно неудобно. Но нововведения там есть. Вот, например, новая пакость. Это реально прикольно. Там вот новые пакости, что он пришел с красной рожей. Это реально классно. Но играть на стрелках, это неудобно, я вам скажу. Еще... Надо заново, конечно, думать, какие пакости там куда. Ну, понятное дело, новые же эти. Там много всего нового. В общем, такой вот у нас был первый взгляд на эту бета-версию демо. Когда будут выходить новые версии, мы тоже их с вами поснимаем. Ну, а пока что на этом мы закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. С вас лайкос и подписывайтесь на мой выпускной канал и группу ВКонтакте. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok